На выставке «Петелька за петелькой» представлено более ста работ. Здесь можно увидеть маленьких зайчиков, пушистых собачек, веселых снеговиков, поросят и интерьерные вязаные украшения. Все это создали рукодельницы семейного клуба «Свяжем с коскусами». Каждую субботу в течение уже трех лет увлеченные рукодельницы, увлеченные вязанием собираются у нас и творят, творят, творят петелька за петелькой. И сейчас в зале представлены их работы, которые были сделаны в течение этого года. Это уже вторая выставка рукодельниц, и в этом году работы клуба стали намного интереснее, аккуратнее и образнее. Считаю, что выставка получилась очень легкая, весенняя, праздничная, интересная и детям, и взрослым. Работы очень яркие, красивые, и кого-то, может быть, натолкнут на занятие творчеством. Наталья Гуторина начала вязать крючком три года назад. Спустя несколько лет рукодельница представила свои работы на суд зрителя. В коллекции Натальи огромное количество мягких игрушек, бус и оберегов. Но больше всего она гордится вязаным украшением мандалой – картой вселенной. Это и ковер, на который можно с друзьями на полу сесть, и можно постелить на обычную кровать. Ну, может, даже это как и предмет антирелаксации. И вязать его было очень интересно и просто, просто из-за того, что было. Ничего специально не покупалось, какие-то были кусочки, комочки. И то, что получилось, это, наверное, специально и не получится. Выставка «Петелька за петелькой» продлится до конца мая. Посмотреть экспозицию можно в Музее народной игрушки. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.